Открытую лекцию провел известный в России и за рубежом философ и социолог профессор Владислав Столяров. Он автор более 700 научных работ, в том числе более 100 монографий. Еще в начале 80-х Столяров одним из первых в нашей стране заговорил о проблемах олимпийского образования и воспитания. А в 1990 году он разработал программу под названием «Спарт». Никакого отношения к древнегреческой «Спарте» программа не имеет. Она предусматривает реализацию проектов, основанных на синтезе спорта и искусства. К сожалению, вся организация физкультурно-спортивной работы в нашей стране, она очень односторонняя, не учитывая, что люди очень разные, имеют совершенно разные интересы, потребности. И вот первостепенные задачи, если мы хотим как-то вовлечь вообще-то их в занятия физкультурой и спортом, это именно сделать всю нашу работу многостороннее. Сегодня так называемое «спартянское движение» уже развивается в 20 регионах страны. А при Российском госуниверситете физкультуры и спорта, профессором которого Столяров является, даже создан спортянский гуманистический центр. Спортянские игры, интегрирующие традиционный спорт с искусством и другими видами творческой деятельности, сегодня проходят в детских учреждениях по всей России. Отмечу, что лекцию по новым формам физкультурно-спортивной работы Владислав Столяров провел в рамках программы российского международного олимпийского университета «Открытые лектории». Проект был запущен в апреле 2012 года. За это время лекции в Олимпийском университете читали ведущие спортивные менеджеры и известные преподаватели. Так, одним из последних лекторов вуза был ведущий менеджер «Формулы-1» Ричард Креган.